Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева-Черкесия. События вторника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. В Карачаево-Черкесии Единая Россия запустила новый вид помощи людям. Предоставление в аренду беновиз в возвезной основе кислородных концентратов для реабилитации после ковида. Я все это изучал в теории, мне было интересно посмотреть на это. Студенческий десант высадился в центре кинологической службы МВД по Карачаево-Черкесии. Кому нужно проходить обязательно техосмотр, кому необходимо получать диагностическую карту и какой будет штраф в Вести о нюансах принятого в конце года закона. Выучить на родном языке большое стихотворение – это уже победа. Наградили победителя конкурса «Чтецов», посвященного 130-летию Исмаила Семенова. Сегодня глава Карачаева-Черкесии в режиме видеоконференции принял участие в расширенном совещании под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина на повестке эпидемиологической ситуации и меры по распространению нового штамма омикрон. Как отметил Михаил Мишустин, на данный момент рост заболеваемости не привел к резкому увеличению числа госпитализированных больных. При этом специалисты отмечают, что вирус молодеет. Все чаще COVID-19 выявляется у детей. В настоящее время омикрон лабораторно подтвержден у 11 жителей Карачаева-Черкесии. Все проходят лечение амбулаторно. Основные задачи на сегодня – это увеличение охватов тестирования и сроков исследования для раннего выявления и своевременного начала лечения. Совершенствование работы горячей линии по коронавирусу, обеспечение запасов лекарств и СИЗОВ, кислородных точек, применение телемедицинских технологий и, конечно, увеличение темпов вакцинации населения, сказал Рашид Тимрезов. В регионах активисты волонтерского центра «Единая Россия», депутаты разных уровней и молодогвардейцы организуют помощь в реабилитации переболевшим ковидом. В Карачаево-Черкесии «Единая Россия» запустила новый вид помощи людям, предоставление в аренду на безвозмездной основе кислородных концентратов для реабилитации после ковида. Найти нужное оборудование для насыщения крови кислородом тем, у кого затруднено дыхание после болезни, невозможно. И активисты волонтерского центра «Единая Россия» обратились к депутату Госдумы Джошарбе Кузденову с просьбой помочь. Депутат для этих целей приобрел 10 кислородных концентратов. Обратиться в волонтерский центр «Единая Россия» можно по номеру горячей линии, которую вы видите на своих экранах. Из той небольшой практики, что у нас уже есть по передаче в пользование этих концентраторов кислородных, в среднем где-то от недели до двух недель есть такая потребность. Дальше люди уже стараются дышать самостоятельно. Вот этого резкого скачка после постоянного потока кислорода в госпитале и отсутствия такого дома у них уже не происходит. Мама перенесла заболевание очень тяжело, почти два месяца она находилась в больнице. На сегодняшний день нас выписывают из больницы. Поражение легких у нас было с одной стороны 95, с другой стороны 98. Мною были предоставлены необходимые медицинские документы, которые подтверждают необходимость применения данного аппарата жизненно необходимым для нахождения дома. Не каждый человек может себе позволить достаточно дорогостоящий аппарат. И такая возможность получить его в бесплатное пользование, она, конечно, важна и существенно необходима многим гражданам нашей республики. Вести из Оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 33 330 человека. Из них 29 940 выздоровели, 361 человек госпитализированы. Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесии сегодня присоединилось ко всероссийской акции «Студенческий десант». По традиции она проходит в преддверии Дня российского студенчества. В рамках мероприятия МВД предоставляет молодежи уникальную возможность на практике познакомиться с работой сотрудников полиции. Карчаево-Черкесии расскажет подробнее. Что же такое студенческий десант? Это всероссийская акция, проводимая ежегодно сотрудниками внутренних дел накануне Дня студенчества. В целях предоставления уникальной возможности для молодежи на практике познакомиться с нелегкой работой сотрудников полиции. В Министерстве внутренних дел Республики с приветственной речью перед студентами выступил руководитель ведомства полковник Олег Мальцев. Он рассказал о работе в подразделении министерства, затем студенты задали свои вопросы. Вам будет предложено пройти что-то в виде стажировки. Многие из вас, я так понимаю, проходят обучение по правовым наукам. Поэтому у вас будет такая возможность свои собственные знания, свое, так скажем, мироощущение сравнить с тем, что происходит на самом деле, в частности, в подразделениях полиции. По итогам стажировки студентам будет предложено написать отчет. Все это будет внимательно изучено и в дальнейшем размещено на сайтах МВД. По завершению мероприятия Олег Мальцев пожелал студентам удачи и достичь своей мечты. В целях позитивного общественного мнения о деятельности полиции студенты направились в Центр кинологической службы МВД по Карачаевой Черкесии. Им показали работу собак, несущих службу в полиции, рассказали о том, как они задерживают преступников и выполняют разные команды, а также проводят поиск наркотических и взрывных веществ. Мне все это интересно, я бы хотела посмотреть, что здесь происходит и как люди работают. Нам показывали собак и то, что они умеют делать. Довольно таки интересно, да. Мне понравилось, но я бы не работала в этой сфере. Ну, мне кажется, это не женская работа, не знаю. Приехали, здесь все очень интересно, показали всех собак, то есть на всех табличках написаны имена и так далее, даты рождения, прямо как у людей. Моя сфера обучения, можно сказать, мне интересно понаблюдать за этим всем, потому что в процессе теоретического изучения нашего курса я встречался с таким понятием, как кинология, то есть это отрасль криминалистики. И я все это изучал в теории, и мне было интересно посмотреть на это, на практике, как они это делают. Студенты задали ряд вопросов. Полицейским мы получили из первоисточника интересную информацию о данной службе. Возможно, в ходе такой экскурсии у студентов появится желание работать в структуре МВД, быть на страже правопорядка. Карча Беджиев, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаево-Черкесия. Ну, сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. Карачаево-Черкесия. Снег, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 5-7, а днем 2-4 градуса ниже нуля. Не пропустите в минеральных водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники, СЗР, семян и удобрений, продукции для животноводов. 300 участников и экспертов агрорынка. Со 2 по 4 февраля в выставочном комплексе Минводы Экспо. Девчонки, шубы из норки в рассрочку без первого взноса и переплат от Снежки приехали в Карачаевск. Только с 17 по 20 января. Улица Пушкина, 1А, рядом с университетом имени Алиева. И по секрету, меховой жилет в подарок. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. В России с 30 декабря прошлого года отменили обязательный техосмотр и перевели его на добровольную основу. Однако касается это не всех. Наша съемочная группа узнала, кому необходимо получить диагностическую карту и какой будет штраф, рассказывает Мурад Жангёзов. Новый нормативный акт об отмене техосмотра был подписан президентом России в канун Нового года. Согласно документу, легковые автомобили, которые находятся в личном пользовании граждан, не требуют обязательного техосмотра. Транспортные средства, мототранспортные средства, принадлежащие физическим лицам и неиспользуемые в коммерческих целях, то есть для перевозки пассажиров, грузов, они не подлежат техническому осмотру в обязательном порядке. То есть это уже по желанию собственника. Однако закон имеет ряд нюансов. В некоторых случаях проходить техосмотр всё равно придётся. С 30 декабря транспортные средства, не прошедшие государственный технический осмотр, не будут регистрироваться в регистрационных подразделениях. Касается это именно транспортных средств, года выпуска которых прошло 4 года, включая сам год выпуска. Если водители, которые обязаны проходить техосмотр, не получили диагностическую карту, то с 1 марта заработают штраф в размере 2000 рублей. На территории республики действует порядка 12 пунктов технического осмотра. Они есть в каждом районе. В республиканском центре их несколько пунктов. Они все выставлены на сайтах ГИБДД, есть в официальных источниках. Их адреса, телефоны можно проехать или же заблагодарименно записаться на определённое время и пройти технический осмотр. Новый закон не отменяет обязательный техосмотр для такси, автобусов и грузовиков. Его придётся проходить владельцам авто старше 4 лет при постановке на учёт, а также смены владельца или изменения конструкции транспортного средства. Мурат Чанкиозов, Расул Бердиев, Мухаммед Ошибоков. Вести Карачаева, Черкесия. В пресс-центре ГТРК Карачаева, Черкесия наградили победителя онлайн-конкурса «Чтецов», посвящённого 130-летию со дня рождения классика карачаевской литературы Исмаила Семёнова. В течение целого месяца прошедшего года на странице в Инстаграме литературно-музыкального объединения «Сиреневый салон» проходил этот конкурс, где юные чтецы декламировали стихи патриарха карачаевской поэзии. На награждение побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Основная задача конкурса – привить любовь к родному слову подрастающему поколению и очень отрадно видеть, как дети старались так передать смысл поэтических произведений классика нашей литературы Исмаила Семёнова. Отметил, открывая мероприятие заместитель министра по делам национальности, массовым коммуникациями печати Карачаева Черкесии, народный писатель Ислам Хубиев. Он наградил почётными грамотами и подарками юных чтецов и пожелал им дальнейших успехов. Я считаю, что поучаствовать – это уже победить, поскольку в то время, когда языки потихоньку исчезают, выучить на родном языке большое стихотворение – это уже победа. Дети из разных образовательных учреждений активно принимали участие в этом конкурсе. И всех участников победителями стали 12 человек. На встрече виновники торжества порадовали своими выступлениями. Каждое произведение Исмаила Семёнова поражает глубиной мысли поэта и богато духовными образами, что является неотъемлемой частью культуры народа. Руководитель литературно-музыкального объединения «Сиреневый салон» член Союза писателей России Шахриза Богатырева подчеркнула, что членам жюри пришлось нелегко при выборе победителей. И сегодня такие конкурсы позволяют подрастающему поколению развиваться и с особым вниманием изучать родную литературу. На самом деле это был первый наш опыт, опыт «Сиреневого салона». Он прошел, ну как вам сказать, очень, наверное, нелегко, но нас это не пугает, потому что конкурсы мы будем проводить, безусловно. Потому что это один из инструментов воспитания в человеке, в молодом подрастающем поколении, любви и интереса к литературе, к культуре, как своего народа, так и многонационального народа Карачаева, Черкесии. Такие конкурсы нам и нашим ученикам необходимы, чтобы прививать любовь к родному слову, отмечают учителя родных языков. Читая стихи Исмаила Семенова, восхищаешься богатым литературным миром поэта. И каждый из участников старался все это передать при чтении произведений. Мы выбрали стих, выучили, было очень интересно, опознавательно, узнали новые слова. Организаторы выбрали хорошую тему. Именно для нас Исмаил Семенов очень важный, ну как бы носитель языка. Помимо победителя, дипломы отметили всех участников конкурса и благодарностями особо отличившиеся школы. Алирхан Ипшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Сегодня у православных крещенский сочельник, канун праздника Крещения Господня. Этот день еще является и днем строгого поста. В церквях проходят праздничные службы и совершается чин великого освящения воды в храмах и водоемах. Ночью многие окунутся в прорубь. Считается, что крещенская вода имеет чудесные целебные свойства. Ее можно хранить в течение года. Святая вода не портится долгое время. Святой крещенской водой можно окроплять жилище, чтобы изгнать злых духов и привнести в дом благодать. Таким был вторник, Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас продолжение сериала «Склифосовский». Приятного просмотра и ждите вести. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!